В Дзербенте прошел масштабный концертный вечер в честь празднования Уроза Байрам. У подножья на рынка Лы жители самого древнего города смогли послушать нашиды на разных языках Дагестана. В числе приглашенных артистов были и те, чей голос дагестанцы слышали не раз. Немало прекрасному и наш корреспондент Ума Ибрагимова. Сказал пророк, входи сюда стабильно, о том, что спящим человек живет. И лишь в момент прощания с миром бренным он, пробудившись, вечность обретет. В этом нашиде мусульманин называет Господу и повествует о пророке Мухаммаде, мир ему и благословении Всевышнего. Склонись пред ним, прощающим и вечным, найди себя и знай, Аллах велик. Воспевание о любви к пророку, Богу или призыв к благому – основные элементы в любом нашиде. В этот раз они прозвучали на всех языках народов Дагестана, причем как сольно, так и в хоровом исполнении. Маджилис прошел только недавно, так как после месяца Рамадан многие мусульмане первые шесть дней постятся в месяц Шаваль. Это удваивает их вознаграждение. Всевышний каждому человеку за добро дает десятикратно. И люди, которые держат целый месяц Рамадан, а потом еще шесть дней месяца Шаваль, считаются людьми, которые всю жизнь постятся. Потому что если 30 умножать на 10, получается 300. А шесть умножать на 10, получается 60. В году есть пять дней, где запрещено держать у разу. В общем, получается 365 дней. Маджилис подобного масштаба в Дербенте проходит впервые, поэтому поздравить с масштабным дебютом «Самый древний город России» пришел и заместитель муфтия республики. Хочу пожелать вам самого наилучшего для города Дербента, для всей нашей республики, страны. Пусть Аллаху Таалу нас всегда сохранит в мире, в покое, в радости и в счастье. Со всеми нашими любимыми, дорогими для нас людьми. Поздравления муфтия республики, постановки, а также небольшие ролики со встреч с президентом. Маджилис показал жителям Дербента все выступления при урочении Кураза-Байрам. Подытожив все праздничным салютом. Ума Ибрагимова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент.